всем снова привет продолжается у нас весеннее телодвижение хочется сначала сказать что у нас уже март 16 марта вот и начинаем мы немножко готовится к летнему сезону потому что уже все чешется и зудит хочется к чему-то руки приложить вот двухколесному мотоцикл у меня ночевал ночевал зимовал зимовал в таком виде под навесом ну как видите снега у нас не нападала чисто сухо сейчас мы хочу посмотреть как у него себя чувствует аккумулятор возможно попробовать легкий пуск сделать сейчас у нас плюс градусов 7 что никаких проблем здесь с пуском быть не должно ключики то я собственно забыл с ключиками на сходить кофре я на зиму снял что удобнее тентом было укрывать так вот он выглядит без кофров вот такой вот тент часть внутренняя застежки снаружи весьма неплохо за свои деньги стоит там меньше тысячи рублей или там тысячу с какими-то копейками свою функцию выполняют более чем поэтому для таких лайтовых мероприятий и если его использовать качестве с собой возить где-то пункта цикл укрывать вообще более чем отличная штука вот и попутно пока с ключом еще не сходил покажу чем я пользуюсь для зарядки аккумулятора такой вот у меня девайс китайский фирмы такое весьма неплохой китай у меня есть сварочник такой же автоматически полностью называется спринт 10d максимальная мощность 10 10 ампер такая вот штучка инструкцию покажу сзади небольшой боксик чтобы убирать провода при хранении тут вентилятор тут просто вентиляционная с этой стороны вентиляционная решетка по органам управления выбор амперов ампер мощности 2610 лампочка плохой батареи выбор 1224 вот как раз кнопка выбора выбираем кнопочку нажимаем 1224 надпись меняется 1224 и пуск стоп кнопочка который отображает вольты которые поддаются амперы и процент зарядки аккумулятора из индикаторов питания заряд заряжено зарядка и неправильное подсоединение аккумулятором это если клеммы перепутаете автоматическая защита стоит аппарат автоматически умеет тренировать аккумулятор там по какому-то своему алгоритму можно на сайт производителя зайти почитать штука умная заряжает все хорошо все но единственный есть минус если у вас аккумулятор уже умирает вот он его раскачать не сможет тут надо какой-то более простой зарядное устройство которое умеет ну принудительно там выставлять вольтаж и амперы для того чтобы там покипятить немножко кислоту выпарить там вдруг воду надо или еще что то то есть этим не получится он такой чисто для такого были не знаю как сформулировать для повседневного что ли использования то где-то по-быстрому поставить зарядить но аккумулятором обслуживать наверно вряд ли получится хотя еще раз говорю производитель заявляет там что у него какой-то в цикле зарядки он использует чуть ли не 10 у него вариантов он там что-то гоняет циклично зарядка-разрядка аккумулятор тренирует но по сути это фигня все так длина проводов длина проводов у полтора метра и провод питания тоже полутора метров такие вот клеммочки красный плюс минус то есть но когда хранится одевается таким образом и лишние провода убираются в этот боксик все так достаточно компактно он у меня уже изрядно возрастной ему там не знаю лет пять-семь работает без каких-либо нареканий все отлично все вообще вопросов прям нет вообще как бы вот продукция фирмы aurora очень достойная что сварочник у меня долго живущий и без всяких претензий что вот зарядник немножко подороже чем обычный рядовой китай но она скажем так того стоит так ладно пойду я за ключами и уже включусь соответственно когда будут ключи под рукой ну вот собственно и долгожданные ключи сейчас попробую что у нас мотоцикл нам скажет напомню что я поставил его наверно в октябре и с тех пор не заводил аккумулятор я тоже не снимал вот такой вот я человек смотрю что у нас там будет запустилась но девять и шесть вольт и я думаю что так вольт и потому что пуска наверное не состоится давайте попробуем да прям можно сказать чуть-чуть недели бы это может быть на две на три пораньше и и было бы возможно еще и запустился так еще на вспомнить где у меня сидушка сиденье открывается штук аккумулятору подлезть вот и беда полгода прошло все забылось придумать как одной вот так одной рукой и ключ сиденья тряпочка вот он наш аккумулятор сейчас мы на него накинем клеммочки и и все будет хорошо чем вот еще мне нравится играет аврора это что он она умеет заряжать и и как 12 так и 24 так все мы накинули можем посмотреть дисплей моды показывает что 11 6 сейчас пока не ничего не запущено просто мы смотрим сколько дает аккумулятор хотя дына так убираем 12 нас аккумулятор 12 вольт если смотрите 1 12 вольт 7 ампер то есть выберем 2 ампера нажимаем ран стоп нажали чарджи вольтаж сколько дает и может посмотреть ток сейчас 2 и 2 ампера и процент зарядка аккумулятора 40 процентов 13 током играет уменьшает увеличивает вольтаж тоже уменьшает увеличивать самостоятельно по каким-то своим алгоритмом вентилятор включается когда сильная нагрузка либо жарко то сейчас нагрузка небольшая собственно как бы включаться ему смысла никакого нет сейчас мы его оставим так венеть на часик на полчасика может быть и на 2 чтобы уже аккумулятор полностью зарядить и больше нам весной к этому не возвращаться ну и когда будет заряжена мы еще раз вернемся и запустим посмотрим как и что он после зимы у нас вас у нас вроде норм ничего никуда не убежала масло есть до третьего включения так сказать так ну что часик прошел полностью пока не стал заряжать аккумулятор в принципе не нагрелся такие вот параметры сейчас 14 вольт 2 и 2 ампера 80 процентов зарядка аккумулятора поэтому думаю для пуска нам более чем достаточно потом уже дозаряжу напомню что мотоцикл у нас 300 кубов это watch 300 ds adventure так ну что ран стоп отключилась климочки снимаем ставим чтобы мешались крючки взяли зажигание ключ или смотрим что имеем имеем 11 4 вольта думаю что без проблем еще дальний свет горит ну что на старт внимание марш вот как-то так пуск после зимы с пол оборота как говорится обороты зарядка 14 7 зарядка идет работает бензин прошлогодний еще с прошлого сезона не доездил что-то за зиму на выхлоп попало немножко сейчас подгорает чем хорошо сделано по сравнению со старыми советскими мотоциклами вокруг выхлопа везде стоят кожухи и обжечься нереально один раз только обжегся когда за тот зато колено схватился но это уже сам виноват не надо выкисовать куда попало так и сам по себе выхлоп холодненький банка вообще не греется ну я пуском доволен считаю что после полугода простое на старом бензине просто изумительно и никаких не нареканий сейчас оставим пусть прогревается останется перед сезоном заменить воздушный фильтр масло фильтр я менял проехал там километров 150 после замены надо поменять вот воздушный фильтр с ним конечно вопрос как он меняется я так понимаю фильтр бокс вот это чтобы к нему подлезть что-то мне подсказывает что надо скидывать бак вот этим прям заниматься абсолютно не хочется поэтому вот не знаю как все это будет реализовать ладно всем спасибо всем удачи